Всем привет! Меня зовут Гарина. Я приехала из России, и сейчас я учусь на годовых языковых курсах чешского языка от Prague Education Center. Я нахожусь в Чехии уже две недели, и за это время у меня появилось много вопросов, на которые я сумела найти ответы. Главная цель, для которой я приехала в Чехию, это учёба. И за это время я подметила, что в Петсе нам выдают вот такие вот классные бесплатные учебники. Тут есть всё, как лексика, грамматика, так и упражнения для закрепления пройденного материала. Очень классно, что эти учебники создают сами учителя Петса, и с каждым годом они становятся всё лучше и лучше, так как учителя замечают, что нравится студентам, а что не нравится. Что я заметила, что они очень сильно отличаются от учителей в России, так как они сами настроены на наш результат. Уроки с ними не бывают скучными, и, конечно, они дают очень много материала, но преподносит его очень интересно, поэтому вот. Она помимо программ, по которой мы идём, даёт ещё много интересных фактов, и даёт нам новые сленговые слова какие-то, которые потребляются, допустим, только вот в этом регионе. Допустим, что она давала? Не, ну трамвай шелина, это понятно. Я и Сэм в Моравии ещё говорят «Я Сум». Следующее, что я подметила, это большие проблемы с канцелярией. Если вы любите красивые тетрадки или текстовые делители, то вам лучше закупиться этим дома, потому что хорошая канцелярия тут дорогая, а если недорогая, то вот такая. Что ещё очень важно, это всегда носить с собой четыре вещи. Первая – это из Денка, потому что в Чехии нет кондукторов, а есть ревизоры, которые, если вас поймают, выпишут штраф в размере 800 крон. Потом всегда нужно брать с собой паспорт и страховку, чтобы в случае, если вас остановят полицейские, и у вас было чем удостоверить свою личность. Дальше нужно брать с собой наличку, потому что они везде принимают карты. Всем, кто планирует приехать в Чехию, обязательно нужно знать о таких сайтах, как Сознамсловник – это самый хороший русско-чешский, чешско-русский переводчик, и Google-переводчиком лучше не пользоваться. Дальше – это языковая приручка. Этот сайт создали студенты Масарика университета, и он служит для того, чтобы каждый мог просклонять имена существительные по падежам. Вообще, этот сайт полезен для всех, как для чехов, так и для тех, кто приехал изучать чешский язык. Айдос – это сайт, который показывает все маршруты, а также расписание трамваев, автобусов и троллейбусов. Отличие пражского Айдоса от Бриненского, что в Бриненском показывается опоздание транспорта. Купит.цз – это сайт, где показывается любая скидка на любой продукт в любом магазине. Советую его всем студентам, потому что там часто бывают очень хорошие скидки. Еще очень полезный сайт – это heroeco.cz. В этом сайте вы можете сравнивать цены на любой товар, как техника, лекарства, игрушки во всех магазинах Чехии. На этом все. Это все заметки, которые я подметила за первый месяц моего проживания в Брине. Увидимся через месяц. Пока!